Закончился учебный год и начинается летний период, который связан с ремонтными работами в образовательных организациях. Для того, чтобы привести здание и прилегающую территорию в порядок, подрядным организациям нужно уложиться в строгие временные рамки, в период, пока дети уходят на летние каникулы. Здравствуйте, с вами программа «Акцент» и я ее ведущая Наталья Ивашевская. Лето – это пора строительных работ в образовательных учреждениях. На этот период, как правило, планируются текущие и капитальные ремонты. От того, какой вид работ будет выполняться, зависит форма их финансирования. Учреждение должно осуществлять контроль за техническим состоянием всех объектов, расположенных на территории образовательного учреждения, производя систематические осмотры. Следует контролировать общее состояние здания в целом, его систем и внешнего благоустройства. Практически во всех детских садах и школах у нас начинаются ремонтные работы. Мы проводим капитальный ремонт в ряде школ в детских садах, и в рамках текущего ремонта также заключаются соответствующие контракты. Что касается детских садов, то для ремонтных работ на эти цели выделено более 12 миллионов рублей. В этот год у нас идут крупномасштабные ремонты крыш на ряде объектов. В июле начинается ремонт кровли здания в детском саду номер 3 «Солнышко». Старое покрытие давно выработало свой срок и требует замены. Шифер местами потрескался и пропускает влагу, от чего страдает здание в целом. В этом сезоне будут заменены прогнившие деревянные балки и утеплитель. Также крышу покроют новым современным, более долговечным материалом. Общая сумма ремонта составляет более 3 миллионов рублей. В 15-м детском саду «Родничок» работы начнутся уже в начале лета. Контракт заключен на работы, и стоимость контракта составляет 3 миллиона 905 тысяч рублей. В детском саду номер 3 «Солнышко» работы планируется начать с середины июля. Контракт также уже заключен, и стоимость работ составляет 2 миллиона 940 тысяч рублей. В Благовещенском детском саду работы начнутся с 1 июля. Стоимость работ составляет 900 тысяч рублей. Кроме этого, в двух детских садах будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие на территории детских садов. В детском саду номер 9 работы уже завершены. Стоимость контракта – 374 тысячи рублей. И в летний период работы также будут осуществляться на территории 24-го детского сада «Росинка». Детский сад номер 25 «Улыбка» за последние годы преобразился. Изменения коснулись в основном площадок для прогулки и прилегающих к ним территорий. Строительство и ремонты производятся не только за счет бюджетных средств, но и благодаря родителям, которые принимают активное участие в жизни детского учреждения. Так были заменены горки, веранды и качели. В этом году запланировано строительство двух теневых навесов. Контракт с подрядчиками уже подписан. Работы начнутся в летний период. В предыдущие годы три теневых навеса были построены силами родителей, за что мы очень благодарны своим добрым помощникам, понимающим. В прошлом году были выделены бюджетные средства и построен один теневой навес для детей старшей группы. Мы очень рады, что в этом году также выделены бюджетные средства, и строительство двух новых теневых навесов завершит наш ансамбль. Все веранды построены из экологически чистого материала, дерева, эстетичны. Детям будет очень комфортно как в жаркую погоду отдохнуть в тенечке, так и в непогоду спрятаться от осадков и поиграть в различные игры на верандах. Общая стоимость работы в детском саду «Улыбка» в этом сезоне составит около 500 тысяч рублей. Ремонты будут произведены не только в городских образовательных учреждениях, но и в Великоустюбском районе. Также на территории новаторского детского сада «Аленушка» планируется установка трех теневых навесов. Муниципальные контракты также заключены, и когда детей не будет в детских садах, эти работы будут осуществляться. На территории Великоустюбского района продолжает реализовываться национальный проект образования «Современная школа». В пяти общеобразовательных учреждениях открываются точки роста. В школах будут произведены ремонтные работы в аудиториях, где установится новое современное оборудование. В целях проведения ремонтных работ в школах в этот год выделено около 50 миллионов рублей из разного уровня бюджетов. Самые крупные ремонтные работы у нас будут проходить во второй школе с кадетскими классами. Будет отремонтирован спортивный зал и крыло начальных классов. Общая стоимость работ 19 миллионов 200. Муниципальный контракт заключен, и уже начались предварительные работы по демонтажу. Крупномасштабный капитальный ремонт будет проходить в школе номер 11. Там также будет отремонтирован спортивный зал на третьем этаже. Будут заменены окна во всем здании, во всех помещениях. А также смежные со спортивным залом помещения также будут отремонтировать. Общая стоимость работ составляет 18 миллионов 800 тысяч рублей. В 15-й школе в этот год будут проведены ремонтные работы в здании по улице Текстильщиков 10. На сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей будут отремонтированы вспомогательные помещения около спортивного зала. Это душевые и раздевалки для девочек и мальчиков. Работы будут проводиться также в ближайшее время, в летний период. Что касается сельских школ, то в Усть-Алексевской школе у нас уже завершается замена окон, оконных блоков по предписанию Роспотребнадзора. В Центре дополнительного образования завершился ремонт нескольких кабинетов. В этом году учреждение также участвует в проекте «Успех каждого ребенка». И в целях создания 150 дополнительных учебных мест отремонтированы учебные кабинеты. И в ближайшее время ожидается поступление специального оборудования для реализации дополнительных образовательных программ. Это была программа «Акцент». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова